Привет! Я Роман Цымбалюк, корреспондент агентства УНИАН в Москве. В ближайший понедельник пройдет встреча в нормандском формате. Впервые с 2016 года встретятся главы России, Украины, Франции и Германии. И понятно, что мы, украинцы, на это прекрасное мероприятие возлагаем некоторые надежды. Для нас это ключевой вопрос войны и мира. И, конечно, нужно надеяться на лучшее, но если быть реалистом, то, скорее всего, ничего не изменится. И президенты, и канцлер договорятся договариваться дальше. А чтобы не пропустить следующую серию приключений Зеленского и компании в нормандском формате, подпишитесь на мой YouTube-канал. Но, как бы там ни было, для России это вопрос не только войны и мира. Ну, подумаешь, война на востоке Украины. Это же все ради чего? Ради геополитического величия. Чтобы каждый заокеанский гусь знал, где его место и кто главный на этой планете. И, как вы думаете, чем в последний рабочий день перед этим саммитом занимался Владимир Путин? Он встречался с немецким бизнесом. Уважаемые коллеги, добрый день. Я рад вновь приветствовать актив Восточного комитета германской экономики, наших друзей, ведущих немецких предпринимателей. Наверное, уместно задаться вопросом, совпадение ли это, что Владимир Владимирович пригласил к себе в Сочи представителей крупного немецкого бизнеса, который работает на российском рынке. Совпадение? Не думаю. Германия один из наших важнейших экономических партнеров. Мы высоко ценим прагматизм немецкого бизнеса и готовность к совместной работе, стремимся и далее поступательно развивать двусторонние связи. Ключевое слово прагматизма. Владимир Владимирович говорит, ребята, я ваш настоящий друг, а не эта баба-ангела, которая мешает вам зарабатывать миллиарды рублей, миллиарды евро на российском рынке. Давайте забудем об этой Украине. И надо сделать следующее. Когда Путин высказывает недовольство по поводу санкций и вообще поведения лидеров Европы, это одно, а это называется зайти через черный ход. Он как бы объясняет, дорогие бизнесмены и буржуи, вы должны сами заставить ваше правительство изменить политику по отношению к России и будут вам миллиарды. Вообще, это явление называют очень часто политический лоббизм. Уважаемые коллеги, разумеется, в ходе встречи у нас будет возможность поднять любые практические вопросы, связанные с вашей работой на российском рынке. Владимир Владимирович дает личные гарантии. Он говорит, что если кто-нибудь, какие-нибудь спецслужбы или правоохранительные органы заблудились, то мы вам поможем. Главное, вы получите возможность работать в России, но за это вы должны добиваться и лоббировать российские интересы в Германии, в Берлине. Согласитесь, совсем по-другому звучат слова немецких бизнесменов, которые говорят, что без Северного потока-2 нам никуда, эта труба нам так нужна, без нее все мы замерзнем. И если это говорит Владимир Путин, то звучит это не так убедительно, ведь у него такой бэкграунд, и не только в Украине. Мы всегда очень ровно, всегда стабильно относимся к нашим экономическим партнерам. Никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить, как оно будет и в будущем. Уверен, что люди, которые собрались за этим столом, ушлые, и они понимают, что когда Владимир Владимирович говорит никогда, это не значит, что никогда. Это значит, что все может быть, и риски, конечно, есть, но и выгода соответствующая. Но как бы там ни было, всегда все подводится к газу. И понятно, Владимир Владимирович, как обычно, рассказал немецким бизнесменам о том, что транзит через Украину российского газа будет продолжен, а Северный поток-2 нужен обязательно. и это такая мантра, что, мол, ну что вы все кочевряжитесь, что вы мешаете нам работать из-за этой Украины. Но дело в том, что когда Северный поток-2 будет введен в эксплуатацию, риторика, конечно, может измениться. Уже сейчас Владимир Владимирович говорит, что стороны договориться не могут, ну, никак у них не получается. А это значит, а есть риски, что Европа замерзнет нафиг зимой. Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами. Они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые. Но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения. Любопытно, но по самому урегулированию конфликта на Донбассе, или если называть вещи своими именами, по на российской оккупации частей Донецкой и Луганской областей, никто ничего не говорит, кроме общих фраз. Хотя, да, они уже объявили, что Крым они обсуждать не хотят, а на Донбассе они собираются обсуждать внутриукраинский кризис. И что-то мне подсказывает, что такой настрой говорит о том, что так встреча и пройдет в режиме нас там нет. Что касается настроя, настрой серьезный, ожидание одно, способствовать урегулирование внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывания этих минских договоренностей. И, кроме того, также осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРД, и с президентом Украины Зеленским. То есть, в конечном итоге все сведется к старой песне о том, что Кремль требует признать оккупационной администрации. В то время, как Украина, наоборот, будет говорить, ребята, нужно оккупационной администрации распустить, никаких республик в Минских соглашениях нет. Если вы хотите урегулировать ситуацию, то нужно сделать так, чтобы Россия, ну, в смысле Путин и его команда понемножечку отболзли за поребрик. как вы понимаете, здесь совсем другие планы. Но, вот эти вот двухсторонние встречи, они, по-моему, будут занимать не меньшее значение, чем вообще вот эта встреча в формате четырех. Очевидно, с Зеленским Путин будет говорить про газ, с Меркель про бизнес и северный поток, но с Макроном о единстве Европы от чего там, от Лиссабона до Владивостока. Ну, есть, верши, еще до Джакарты, но, как бы, это другая история, об этом на канале достаточно много видео. И, как они вообще здесь интерпретируют ряд моментов именно в таком геополитическом плане. надо понимать, что у Меркель ситуация тоже сложная. Она определяет следующим. Деловые круги Германии, им все эти, извиняюсь, разборки, значит, из-за Украины им неинтересны. Им интересно торговое, экономическое сотрудничество с Россией. Ибо бизнес не любит экстремальных каких-то действий. Во многом так оно и есть. Но наши российские недрузья всегда переоценивают свое значение. Потому что для Германии Россия хоть и важный торговый партнер, но далеко не ключевой. Потому что Россия занимает, если я не ошибаюсь, 12 место в списке торгово-экономических партнеров Германии в мире. И первый, кажется, да, Китай. Кстати, Китай является главным торговым партнером ключевых экономик на этой планете. Соответственно, ту политику, которую сейчас проводит наше государство, она в целом правильная. То есть мы делаем больше упор на экономические отношения двухсторонние, то есть больше совместных проектов, больше торгового оборота. И, соответственно, любой политик должен избираться. Для того, чтобы избираться, ему кто-то должен дать деньги на выбор. Да, в России, естественно, таких проблем нету. Но о чем они говорят? Они говорят, что бабушка Ангела, подвинься, русские идут, мы купим всех, кого сможем в Европе, и в том числе людей, которые придут ей на смену. И вот это стечение обстоятельств, встреча Путина с немецким бизнесом, по-моему, это как раз об этом. фактически они по большому-то счету покупают Европу. Слово покупает, оно, наверное, не самое лучшее, но работает это именно так, чтобы за счет экономического взаимодействия продавить политические цели Кремля в конечном итоге. Ну, смотрите, для нашей переговорной позиции сейчас существенно усиленность. Она усилится по объективным причинам. То есть, если посмотреть на эту ситуацию несколько шире, то те действия, которые последние, там, в период своего первого президентского срока предпринимают, Трамп создал нам замечательные условия, потому что его политика, торговые войны вызвали достаточно серьезный процесс в Евросоюзе и, соответственно, в НАТО. Я всем задаю вопрос, Трамп он наш все-таки или нет? Немного отклоняйтесь. Вы знаете, Трамп, мы здесь за кулисами все время на эту тему дискутируем. Трамп он свой. У него есть определенные задачи, определенные интересы, которые он реализует. Понятно, что в Кремле счастливы от вот этих действий Дональда Трампа, потому что, по сути, пропало вот это евроатлантическое единство. Мы видим, как летят искры между США и Европой, между Канадой и США и вот в таком ключе, конечно, россияне могут играть на этих противоречиях и вот они кайфуют от этого и как вы слышали, что он сказал, этот прекрасный парень, что первый срок Трампа они надеются, что вся эта история про импичмента будет слита и Дональда переизберут и тогда можно будет вообще по-другому поделить планету. Что эти интересы совпадают зачастую с нашими. Соответственно, происходит определенный раскол мнений в Европе. За столетия ничего не изменилось, разделяй и властвуй. Понятно, что Макрону в ситуации, когда у него там уже год, уже больше года продолжаются эти протесты непрерывающиеся, ему нужны какие-то успехи, потому что понятно, что ситуация для него как для политика не очень хорошая. Аналогичная ситуация у Зеленского, на которого возлагали большие ожидания и которую нужно как-то оправдывать, потому что разворот общественного мнения на Украине может быть достаточно быстрый. Это первое. И соответственно от этого возникает у них некая схожесть интересов. То есть эти ребята хотят сказать следующее, что из этой нормандской четверки у всех есть проблемы, кроме Владимира Путина, у которого прекрасно работает репрессивный аппарат, законы, которые запрещают его критиковать и тем более оскорблять и даже выборы, которые будут даже в этом российском таком варианте достаточно нескоро. И все остальные по сути должны учитывать масса мнений бизнеса, общественности, а Владимир Владимирович он как этот. Ну в общем у него никаких проблем нет. Плюс самое главное он же контролирует оккупированный восток Украины, о котором будет идти речь. А говорить он там будет следующее. В целом его мысль очевидно будет заключаться в таком пассаже. Нас там нет, а договариваться нужно с нами. Рассчитываем, что намерения украинского руководства станут более понятными в ходе предстоящего ближайший понедельник саммита в нормандском формате в Париже. Нам важно понимать, что все-таки планируется делать в Киеве для выполнения минских договоренностей, потому что слишком противоречивые сигналы поступают из украинской столицы от различных официальных лиц. А это уже Лавров в Риме на пресс-конференции со своим итальянским коллегой. Он говорит о том, что Зеленский должен, он должен объяснить, как он будет выполнять минские соглашения. Но в таком варианте естественно они хотят, чтобы это устроило Кремль. А все как обычно сводится к признанию оккупационных администраций. А Владимир Александрович неоднократно говорил, что это не вариант, что должны быть созданы условия для проведения выборов граница и возможность украинских партий и украинских средств массовой информации работать в регионе. Кто-то верит, что Кремль на это согласится? Я лично нет, потому что если будет контроль за границей, то война закончится автоматически. А пока российская пропаганда взяла небольшую паузу, они не мучат откровенно нашего президента, но это до поры до времени, но им все равно не нравится, что он у нас есть и принимает какие-то решения или ездит, например, на линию соприкосновения, на линию фронта поздравлять наших военных с Днем Вооруженных Сил Украины. Кстати, я вас с этим тоже поздравляю, мне понравились слова Зеленского, где он сказал, что именно армия является гарантом независимости и свободы Украины, хотя, по-моему, это уже аксиома. Ну да, Алексей Сергеевич, на ваш взгляд, нет ли тут какого-то ультиматума, да, такого скрытого, может быть, латентного, но тем не менее. Ну, вы знаете, сразу же вспоминается знаменитая фраза, что добрым словом пистолетом добьешься всегда больше, чем добрым словом. Слово латентное у меня ассоциируется немножечко с другим, но тем не менее. Вот товарищи, им даже сам факт того, что Зеленский встречается с украинскими военными, интерпретируется как такой возможный сигнал, что Зеленский отдаст команду освободить Донбасс. К сожалению, не отдаст, потому что навоевать придется с российской армией, а нам это на данном историческом этапе не надо. Ну и вообще, я думаю, есть другие соседи у Российской Федерации, которые имеют больше амбиций и пусть разбираются сами. Политик, он безусловно прозападный, тут никаких сомнений быть не может. Соответственно, тем не менее, чтобы удержаться, он вынужден постоянно балансировать между востоком и западом, в том числе и внутри Украины. Поэтому он в любом случае, все его сейчас действия будут продиктованы исключительно его внутриполитической ситуацией. Будем из этого исходить, что Зеленский прозападный политик. Хотя, по-моему, вариантов у нашей страны после 2014 года не осталось. Но они здесь хотят, чтобы у нас была буча в стране и чтобы были внутренние беспорядки и пришел хаос. Мне кажется, что принятие участия в митингах, акциях, протестах или поддержке это и есть признак свободной страны. И, конечно, я всячески поддерживаю людей, которые накануне нормандского формата выйдут на Майдан. А почему бы не сказать, что мы думаем по поводу русских захватчиков. Я лично уверен, что главное, что должен уяснить Зеленский и с этим посылом приехать в Париж, он очень простой. Украина ничего никому не должна. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао!